Дорогие зрители, здравствуйте! Приветствую вас на своем канале Мода, Стиль и Минимализм. Меня зовут Яна Скворцова. И сегодня речь пойдет о расхламлении. Я считаю, что расхламляться это очень-очень важно. Действительно, часто с нами случается хламовая слепота. По тем или иным причинам мы не видим хлам вокруг нас. Поэтому быть бдительными для людей, которые считают себя минималистами, не считают себя минималистами, любят подарок, порядок, либо не очень. Это все-таки очень-очень важно. Бдительность, еще раз бдительность. Итак, первое, что я расхламила, поняв, что я являюсь заложником своего собственного канала, своего, собственно, так называемого модного контента, когда я показываю, как пальто можно стилизовать, как его можно стилизовать при помощи, допустим, ремня, не родного, не от пальто. Я поняла, что очень многие вещи я действительно уже не ношу и надеваю только, что называется, для съемки. И часто я в них нахожусь целый день, просто потому, что я с утра снимаю, отводя донечку в садик, потом у меня есть моя знаменитая, любимая локация, где я снимаю, потом я отправляюсь по делам. И что получается? Я по большому счету нахожусь в той одежде, которая мне уже не очень нравится. Если бы не канала, я бы давно от нее избавилась. Это пальто, которое уже, в общем-то, и по фасону не очень меня удовлетворяют, и по заношенности эти вещи тоже уже не отвечают требованиям красивых, ухоженных вещей, потому что мы все прекрасно понимаем, что черное драповое пальто, черное, допустим, темно-синее пальто, оно очень быстро выходит из строя. Я много раз показывала свое бежевое пальто, которое очень-очень красиво смотрится на съемке. Я могу миллион раз его использовать, показывая, как можно застежку носить на двухбордном пальто, только показывая, как можно действительно стилизовать три цвета при помощи, допустим, бежевого цвета в том числе. На самом деле это пальто мне очень хорошо послужило, я его поносила, не очень часто надевала, но на съемки оно мне очень-очень помогло. Но тем не менее это пальто, я тоже рассказывала, имеет дефект ткани, и дефект ткани увеличивается, увеличивается, практически это уже дырки. Можно было бы, конечно, отрезать, сделать себе пальто по середину бедра, либо даже пиджачок какой-то сшить, но я поняла, что это не мой вариант, прежде всего потому, что, как часто мы минималисты говорим, уже нет радости от использования этих вещей. Эмоциональный ресурс он выбран. Я за то, чтобы выбирать эмоциональный ресурс вещей, либо чтобы их донашивать, доиспользовать таким образом, чтобы потом не жалко было расстаться. Вот такая стопка из пальто у меня собралась. На данный момент эта стопка вся переместилась в гараж. Я надеюсь, что я, возможно, найду секонд-хенд где-то поблизости, либо не очень с окази я туда доберусь. Хотя для меня, опять же, большой вопрос. Я человек, который столкнулся с тем, что наши вещи, которые мы очень хотели, за которые зачастую мы платим немалые деньги, они на самом деле никому и даром не нужны. Моя мама однажды согласилась мне помочь и продать через интернет, через Авито, площадку Авито, мои вещи, которые мне были не нужны. В основном там были вещи Луи-Ву и Тон. И также там были вещи из Када, если я не ошибаюсь. На самом деле там были очень хорошие вещи, прям такие дорогие-дорогие. Допустим, были жакеты с оторочкой из меха. Либо какие-то прям такие расшитые жакеты. Соответственно, просто их отдавать в ящик. Либо в центр помощи жизни. Никто в повседневной жизни такой носить не будет. Но, возможно, кому-то, что называется, ценителю таких винтажных даже вещей, они могли пригодиться. Эти вещи висели годами за тысячу рублей. Кое-как ушли пиджаки, жакеты и так далее. Поэтому от всего этого я избавляюсь. И если я даже не найду секонд-хенд, я не очень буду расстраиваться. Просто потому, что раз навсегда я усвоила этот урок. Наши вещи, которые мы желаем, которые мы хотим, которые мы покупаем за немаленькие деньги, возможно, которые мы копим, они потом большинству людей и даром не нужны. Это к вопросу о люксе, о лоске, которые создаются маркетологами при помощи света, при помощи специальных зеркал, при помощи специальных ароматов и так далее. Две шляпы у меня в руках. Прекрасные шляпы, все с ними хорошо. Одна дорогая, другая куплена на рынке. И по ним, кстати, вот видно, что... Хотя нет, у них тоже подшиты борту, у обеих шляп. Не знаю, на вид видно, не видно, но они постоянно у меня, что называется, за ненадобностью теперь. Потому что раньше я очень много гуляла с детьми. Раньше я, допустим, габрюшечку ждала со спорта и записывала на улице. И шляпа была мне нужна, потому что шерстяная шляпа, обе шляпы шерстяные. Это, конечно же, то, что позволяет нашей голове не мерзнуть. И, соответственно, вообще нам находиться как можно дольше и в тепле. Но поняла, что в этом сезоне я ни разу их не использовала. Не использовала даже на съемку. Купила себе другие шляпы на замену, потому что фетр все-таки изнашивается. Фетр растягивается. Соответственно, эти шляпы занимают большое количество места. Мне они больше не нужны. А даже если и понадобятся, то это какая-то прям-таки вот разовая оказия, скорее всего, для съемки. Поэтому я, да, не хочу быть заложником своего собственного канала. И сохраняю то огромное количество вещей, от которых я бы избавилась совершенно точно раньше. Я веду речь прежде всего об одежде. А что еще я рассломила? Сегодня случилось просто, как раз здесь в Италии, когда ты что-то видишь через розовые очки, как говорим мы в России. В Италии говорят, что у тебя прошутто на глазах. То есть ты розовым тоже все видишь через кусочки ветчины. И, в общем-то, сегодня эти кусочки ветчины с меня упали. С моей глаз, точнее, я была в ванной. И я увидела, что полотенца, которые я использую, я рассказывала, что я оставила три полотенца, возможно, четыре. Я веду речь о большого размера полотенцах, которые используются после душа. Они в определенных местах вот уже не отстирываются. Я их и замачивала. Я их и вручную натирала мылом. Да, вроде как лучше становится, но потом вот эти места, они сразу начинают себя выдавать при первом же использовании. То есть это места, где видно, что человек, что называется, пользовался и вытирался. Как правило, это некое даже желтизное желтое пятно, которое, кстати, также образуется в силу того, что я использую масляный уход за кожей. От этого никуда не деться. Но раньше эта проблема не имела места, прежде всего потому, что действительно есть определенный ресурс у вещей, в определенный момент от них нужно избавляться. Я поняла, что на моих полотенцах желтые какие-то пятна, на каких-то какие-то серые пятна, прежде всего от косметики. Все, кто не очень тщательно снимают косметику и идут в душ, прекрасно знают, как тяжело, допустим, душ отстирывается, потом с махровых полотенец. Соответственно, я сегодня собрала четыре полотенца больших, три или пять даже маленьких для рук, которые тоже белого цвета у нас традиционно. И в определенный момент такое ощущение, что вообще не стираются, вот настолько в них едается загрязнение. И повторюсь, ну никак от него не избавиться. Я даже хлорки пыталась замочить, да, чуть-чуть становится лучше, но потом при первом же использовании вот это пятно снова становится очень явным. Я все это отнесла в постирочную, сделала вид, сложила, сделала вид, что это моя стирка и каким-нибудь образом попытаюсь от всего этого избавиться. К счастью, у меня есть новое полотенце, думала о своих мальчиков посчастливить на новоселье. Либо уж хотя бы, когда они поедут учиться, жить самостоятельно, думаю, у меня будут новые полотенца, я им раздам. Но думаю, что я все-таки сама смогу их доиспользовать. Поэтому имейте в виду, если у вас очень много текстиля, вот такая практика. Оставить ограниченное количество текстиля, это может быть постельное белье, полотенце также. Пользоваться достаточно интенсивно, то есть каждый день, через день, все зависит от того текстиля, который мы используем. И могу сказать, что да, вынашивается, изнашивается, и потом ты без сожаления, даже с огромной радостью избавляешься. Как я часто говорю в своих видео о минимализме, когда мы покупаем очень много необдуманно, мы прежде всего лишаем себя возможности завтра, послезавтра купить что-то, что нам действительно может нравиться завтра. Послезавтра больше, чем то, что мы покупаем здесь и сейчас. Эта вещь, это Данечкина куртка. Данечкина куртка, от которой больше нет капюшона, потому что капюшон меховой Данечка категорически не приемлет. Соответственно, пришлось его снять. И вообще меховую опушку я сняла со всех Данечкиных курток. Он не любит и очень нервничает, когда эта меховая опушка имеет место на его куртке. В то время, как я помню, Габрюшечка очень-очень любил эту опушку. Она все время ему напоминала кошку, он все время гладил, говорит, как кошка. И, в общем-то, часть детской одежды, я не буду показывать всю, потому что это вот такая вот увесистая стопка. Я просто поняла, что она уже, что называется, вышла из строя. Эта куртка без капюшона, у этой куртки сломалась молния. Да, застегивать можно, но, в общем-то, зачем, если есть другая новая, которая вот-вот станет малой, которую мы носим последний этот сезон, на следующий сезон она уже будет малая. Соответственно, вот от этой куртки я избавляюсь. Избавляюсь от огромного количества брючек, штанишек и так далее, где просто-напросто растянуется резинка. Дорогие мамочки, если у вас двое детей, и вы, допустим, покупаете одежду с прицелом, чтобы ее оставить на другого ребенка, имейте в виду, что вся одежда Дзара, она просто не выдерживает никакой критики. Не выдерживает никакой критики, прежде всего, обувь детского сегмента Дзара. И также детские брюки, детские штаны, потому что очень сильно растягиваются резинка. И потом невозможно никак не стянуть, не ушить. Поэтому имейте в виду, что вот такой дефект имеется. Я перебрала всю Данечкину одежду. И то, где прям такие штаны в хорошем состоянии, но резинка растянута, все это я выбрасываю. Ну и еще пара вещичек. Не буду показывать все. Покажу лишь вещи, которые, что называется, характеризуют сегодняшнее расхламление. В моих руках вот такого ужасного вида, наизнанку вывернутое платье Прадо. Платье Прадо, которое я всегда думала, сделано из шелка, оказалось сделано из вискозы. Хотя, когда я покупала, я точно помню, мне сказали, это шелк, это шелк, очень все красиво. Но я человек, который не носит вещи, сколько бы они ни стоили, не носит вещи в химчистку, по соображениям лично много раз объясняла. И я все вещи стирала. И могу сказать, что после первой и единственной стирки это платье приобрело вот такой печальный вид. То есть у него настолько была деликатная обработка швов, что все это в машинке порвалось, разорвалось, отслоилось везде. То есть вот такого качества я получила вещь, которая была куплена за достаточно большие деньги. Я вообще не приемлю вот такое качество на дорогих вещах. Я считаю, что так не должно быть. Ну и плюс камера не передает. Вот эта вискоза Прадовская, уж не знаю, для Прады производят, либо не для Прады. Она начала разреживаться в определенных местах. То есть вообще действительно ткань не предназначена никаким образом для стирки деликатно. Я постирала в машинке, но я много раз рассказывала. Я, например, шелковые платки Эрместера в машинке и с этими платками, к счастью, ничего не происходит. В то время как вот единоразовая вот такая стирка вот такого прекрасного платья привела вот к такому состоянию. То есть эту вещь даже на шелковую сорочку, пижамку использовать нельзя, потому что ну вот такой ужасный край. И вот такого рода вещи я собрала, которые в общем-то в неплохом состоянии, но уже давно у меня и не очень-то носятся. Это блузка, еще одна блузка с бантом, очень красивым. Я много раз рассказывала, что эти банты очень красиво смотрятся на различных фотографиях. Но когда мы надеваем и здесь завязываем бант, такое ощущение, что у нас очень-очень сильно объем. Кстати, скоро будет обзор витрин, где я видела очень красивый лук на витрине вот с таким бантом. Я обращу внимание, что это не насибельные луки, на мой взгляд, для большинства из нас. Потому что в анфас еще это может быть красиво, хотя тоже ощущаешь себя, будто что-то вот тебе сюда прилепили. А в профиль, когда ты поворачиваешься, то это вообще смотрится очень странно, жабо, тем более бант объемный. И думала, что буду использовать эту блузку под, допустим, худи, под что-то, но не использую, соответственно. Да, жалко выбрасывать вещи, но приходится это делать, потому что иначе ты заботишься об этих вещах больше, чем они заботятся о тебе, чем они доставляют тебе радость и так далее, и так далее. Нужно избавляться легко от вещей, на которые, возможно, мы даже потратили большие деньги, прекрасно помня о том, что себя нужно уметь прощать за определенные ошибки потребления в том числе. И, в общем-то, делать определенные выводы. И, избавляясь от вещей, мы, прежде всего, освобождаем в себе свободное время и извлекаем определенный урок, который всем нам зачастую действительно нужен. На этом с вами прощаюсь. Желаю вам легких расхламлений, с легким сердцем избавляться и расставаться с вашими вещами. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.